Ну, возьмем изначально, изначально, то есть я возьмем так, ровесник, может немножко старше, чем там была сборная, великая сборная Болгарии, которая играла и, по-моему, на чемпионате мира в Америке, да, Христостоечков, много игроков, которые потом играли в Германии. И потом, значит, историю так, я для себя лично так, значит, потом немножко было, ну, играли, может, не так ярко, а потом вообще как-то года четыре пропали болгарские болгары вообще с чемпионатов Европы, чемпионатов мира, да. Сейчас я думаю, и думаю хорошо, что не в нашей подгруппе, да, почему, потому что сейчас команда взяла хороший старт сборной Болгарии, то есть иметь в соперниках такие команды и сыграть достойно, и самое главное набрать очки, то есть это дорогого стоит. Я думаю, что это идет обновление, наверное, сборной, наверное, всего мышления футбола и, думаю, такие игроки и тренера, и как бывший игрок, великолепнейший игрок Любослав Пенев, который знает, что он хочет и знает, что ему делать. И самое главное, футболисты понимают, наверное, то, что он заставляет их делать, не упрашивают, они знают, они понимают все. Я думаю, и думаю так. Ну, и что хочется, хочется пожелать, чтобы так же продолжали в том же духе, в том же духе, как сейчас они начали отборочный цикл. Пожалуйста. Вчера я говорил об этом, значит, вчера они были на обследовании, да, Коноплянка вообще с температурой 38,5 был. Ну, смысл, смысл человека с температурой вести в Болгарию, то есть показать, что мы здесь все приехали, такие мы, думаю, что это неправильно. Коноплянка остался дома, Гусева, и вчера вечером, и Ермоленко обследовали врачи, сделали снимки их проблемных мест. Соответственно, врачи сказали, что они на сегодняшний день, то есть на сегодняшний, на завтрашний день они не готовы будут играть. Идти на характер, брать и рисковать игроками ведущими, игроками ведущими, которые задают тон в своих командах, у которых, возьмем так, сейчас ответственная, там, вторник, среда, четверг, очень решающие матчи. То есть нет смысла, я же не враг клубам, да. То есть, соответственно, конечно, если есть легкое недомогание, то лучше остаться дома, залечиться и приступить, не больным выходить на поле, а приступить к работе уже совершенно здоровым. Скажи, прошу, секунду, давайте по чарзи руку перед импедемами. Ну, уже, наверное, перевод того, что, или все понимают русский язык? У вас очевидно. У вас очевидно. Да, пожалуйста. На първият въпрос, който беше зададен, какво е мнението на селекционера относно нашия национален отбор, то отговори, че след 94-то голямото поколение, което имахме, имаше спад. Отсъствали сме от всякакви европейски световни форуми, но откакто Богослав Пенев е дошел като тренера, той е предал своя ентусиазъм и своя характер на футболистите. И застегаться с право доступа в район национален отбор, който собереждают консерен эту группу. Будь ласка. Вы пообщались с футболистами, день провели с ними. Скажите, вы увидели в каких глазах желание играть завтра? Играть, как вы просили их достойно? Вообще приезжать в команду в сборную, то есть без настроения, без желания играть за сборную, то есть нет смысла. Я вчера увидел, что ребята, которые прибыли в сборную, хотят играть, хотя понятно, что они провели такие 2-3 недели, которые играли по 3 игры в неделю, сложно восстановить или подготовить как-то команду. Но я думаю, что ребята все понимают, что товарищеский матч или нетоварищеский, надо выходить и отдаваться игре полностью и показывать свое мастерство. То есть мастерство и стабильность – это залог мастерства высокого класса. И если одну игру сыграть в чемпионате, например, или в лиге чемпионов, хорошо, а потом приходить за сборную сыграть плохо, а самое худшее – безответственно, то есть это, думаю, что это неправильно. Игроки это все понимают и я думаю, что они восстановили себя, самое главное психологически, да, и думаю, что завтра должны выйти и показать свое мастерство. Как раз в соперниках очень хорошая команда и проверить себя еще раз на каком этапе, на каком уровне. Попитаха го дали футболистите на национально отбор на Украина идват с желание за този матч, но което той отговорил, че след като вчера говорил с тях, видява желанието в очите им и казва, че не сериозно един футболист да играе за национально отбор на своята държава, без да има желание. Най-малкото играят срещу сериозен противник. Довелось считать в интервью недавно, что этот матч со сборной Болгарии, в принципе, не мог ли это спектр считать? А вот как вы думаете? Я вчера об этом говорил, мое мнение такое. Конечно, если бы этот матч был немножко раньше, например, перед играми с Черногорией, чтобы можно было наиграть в состав или вызвать новых игроков посмотреть, конечно, это было бы другое. Этот матч, конечно, запланированный, мы с удовольствием приехали играть, но я думаю, что у нас следующая отборочная игра или товарищеский матч аж в марте. То есть как бы сегодня я бы не хотел наигрывать или вызывать новых игроков, но это не даст ответ ни на какие вопроса. Соответственно, я думаю, что, конечно, не на зря, но раз уже есть, есть. То есть договоренность есть и мы не имеем право нарушать эту договоренность. На вопрос, дали я необходим този матч, тренерът отговаря, че според него, ако е била на сроча на срещата по-рано, например, преди матча с Черногора, матча, ще бъде доста по-полезен. Но след като вече е подписан договор, трябва да бъде изпълнен. Матчът се играе и футболистите ще се раздават. Коллеги, кто еще забыл, пожалуйста, сначала надо поднимать, вот уже перед вами два журналиста. Если будете поднимать раньше, я буду понимать, что вы хотите задать вопрос. Но вы пока третья очередь. Я напоминаю, кто забыл, выключите, пожалуйста, мобильные телефоны и будем друг друга уважать. И не звоните, пожалуйста. Вы же на пресс-конференцию, наверное, не первый раз пришли. Дмитрий Глазуткин, я попрошу. Вы за то время, когда уже работали в сборной, наверняка уже почувствовали, в чем разница, скажем так, работы с клубом и со сборной. В чем она для вас и как удается нас проводить игроков? Это большая разница. Я думаю, что не только для меня, наверное, для всех тренеров в сборной. Почему? Потому что, когда ты видишь игроков, призванных в сборную, за два, за три дня, что можно с ними сделать? Соответственно, я думаю, что для тренеров в сборной, ну и лично, например, для меня, думаю, что это обязательно должен контакт между тренерами, которые тренируют этих игроков. То есть тренера, тренера команд, из которых призваны игроки, наверное, не говорю, что отвечают, но хотелось бы так, чтобы за физическую подготовку. Второе, это уже, когда приезжает в сборную, уже за психологическую отвечает тренер сборной. Если это все вместе совпадет, то это будет очень хорошо. Почему? Потому что, если физическое состояние будет неважное, в клубах очень плохо, то, соответственно, и в сборной то же самое будет. Если в сборную психологию не поставить, там в нормальном случае, то и физика не поможет. Я думаю, что если все вместе будет, то это будет самый лучший выход, который можно найти. Вот эта разница самая крупная. Причем у тренера команды футболист, все футболисты на виду. Весь год, весь чемпионат. В сборной, ну, раз видишь в субботу по телевизору или едешь куда-то просматривать, и потом, когда их собираешь вместе, сложно разрабатывать что-то. Но это время, если несколько раз там работает человек, два года, может, знает игроков и уже нарабатывает свои планы на игру. Таком плане. На вопрос, има ли разлика между тем, что тренира национален и клубен отбор? Но отговорят, что да, естественно, има разлика, защото при клубните тренерите виждаешь футболистите си зеки ден постоянно, токато национален селекционер ги вижда в суббота или по телевизията, или пътува да ги гледа, и разликата в контакта е корано различна. Според него, трябва да се общуват националните тренори с клубните тренори, да знаят физическото состояние на футболистите, а когато дойдат на лагер с национален отбор, национален селекционер вече се грижи за тяхното психическо состояние, за психическата има гласа. Вы знаете, я вам скажу такую вещь, результат ни в коем случае давить на меня не будет, и если бы я только сегодня начал работать в футболе, наверное, может быть давил, может быть я нервничал бы, а так, такая ситуация, что я не нервничаю, я уверен в игроках тех, которые практически те же самые игроки, которые играли на чемпионате Европы в 2012 году, которые играли с Черногорией и с Молдавией, то есть мое дело что, настроить игроков получится, когда не получится, а ихнее дело выходить на футбольное поле и играть, то есть какую тактику, то есть никакого шапка закидательства не будет, потому что это вообще не уважать соперника, тем более зная, в каком состоянии сейчас болгарская сборная, на подъеме и хорошо играет, значит, ну, еще есть день, посмотрим, главное, чтобы сегодня на тренировке никто не получил травмы, чтобы выбрать какую-то тактику, почему, потому что до приезда в Болгарию у меня было несколько, две тактики, которые, но вы были игроки травмированы, то есть приходится перестраиваться, в зависимости от того, на каком этапе, ну, например, я просто говорю, Ротан, играл все игры, играет 90 минут, не ставить его завтра, то есть, ну, как-то неправильно, самый лучший игрок, конечно, но не ставить его, ну, выдержит ли он, там, не знаю, всю игру, или не выдержит, да, например, там, молодые Будко, там, или, там, возьмем, Селин с Полтавы, которые играли в пятницу, ничего, хорошо сыграли, но еще, может, много практики нету, то есть, играть за сборную, но, то есть, здесь несколько есть вопросов, которые, которые надо вот за сегодняшний день, за завтрашний, там, полдня решить, я думаю, что, скорее всего, будет зависеть психологическое состояние, то есть, во-первых, футболиста, во-вторых, как никакого нагнетания обстановки никакой не будет, почему, потому что все взрослые люди, все же отцы, да, то есть, и нагнетать, там, кричать, что-то нет смысла, то есть, люди приехали, они знают, футболисты приехали, они знают, зачем они приехали и для чего, то есть, для чего, бороться за результат, который товарищеская играли официально, то есть, это, это нужно делать. Вопрос е важен ли е резултата от утрешният матч, отговорят те, важен е резултат от, казваме на точка, че няма значение на матча, дали е приятелски, дали е официален, футболистите са професионалисти, те винаги излизат, да играят за победа, може да бъде дадена почивка на няколко основни футболисти, може да не играят пълни 90 минути, отглед на точка, че това все пак и приятелски матч, но в Украине не надо пълни матч. Вы говорили о Великой Болгарске, это, как говорят Тоскани, Сталзе, а вы знаете, какого-то игрока залили? Всего? Ну, завтра. Вы знаете, если я сейчас скажу, какого игрока, конечно, я знаю, да, я знаком с, чтобы не высказать все свои, кого я боюсь там, или кого я там, да, да, не, ну, значит, вся команда очень ровная и хорошая. Почему? Потому что выделять кого-то будет неправильно, и вы меня провоцируете. Вот у меня есть даже состав, и все здесь, я мог любого бы назвать, но я просто решу, команда ровная, то есть даже Танича 2-2 с Италией говорит о многом, да, 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 да. Изключително силен обор като колектив, и мачовете го показват това нещо. 2-2 с Италия е доста ясно показател.